Я был астрологом, как вы. А вы можете прямо точно, ну, только смотреть вправо, не на круг. Луна 19, ближайшая к Луне планета Венера, и там 6 градусов, ну, строго говоря, не 6, а там же, видите, 5, там с половиной, ну, так грубо. Давайте сообразим, 5 градусов, это как раз и есть 300 лет, ну, еще там гвоздик. Правильно вспомнил? Правильно. Поняли или нет? Правильно вспомнил, что он умер до того, как родится в 1906 году. Кстати, он родился в Берлине, не удивляйтесь, потому что до революции все приличные русские люди тусовались не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в Европе. Это как бы, да, да, то есть его папа знаменитый с супругой на сносях пребывали в городе Берлине, где, хотя они оба русские были, где он и родился. Да, ну, русская аристократия, она, чего греха таить, любила Европу, современная аристократия тоже ее любит и предпочитает там. Вот, поэтому, коллеги, 300 лет, вы бы могли бы точно до даты рассчитать, да, вы могли бы до даты рассчитать, из Луны вычесть Венеру. Значит, его прошлая жизнь была связана с Венерой, потому что Венера ближайшая планета к Луне. И вот, что он вспомнил, что я умер 300 лет назад в стране, которая возглавляет другую, очень древнюю и мощную культуру. То есть, что он умер не в России. Помните, я вам говорил, что нам этого не дано знать, но у души нет национальности. И то, что мы сейчас родились в России, это вовсе не означает, что все жизни до этого вы тоже были русскими. Это не обязательно. Могло быть и по-другому. Всю теперешнюю жизнь, пишет он, с самого детства меня томит тоска по моей этой прошлой родине, старой родине. Я прожил в той стране не одну, а целых две и очень насыщенные жизни. Что же это за страна? Это древняя Индия. Он вспомнил, что до того, как родился в России, он дважды рождался в Индии, и поэтому он такой знаток кармического учения. Оно же все из Индии. И дальше он вспомнил подробности. Уходя 300 лет назад из жизни, я впервые за весь мой путь оказался свободным, ну я своими словами скажу, от поверхностной химчистки. Мы это уже с вами обсуждали. Значит, коллеги, давайте схематично, очень схематично структуру ада. Дело в том, что в «Розе мира» дана детальная картина всех слоев и ада, и рая, и это очень сложная для понимания структура, и сама книга очень сложная. Кто-нибудь читал «Розу мира», ее невозможно просто как любую книгу взять и прочесть. Ее можно понемножку, такими кусочками пытаться читать и пытаться осмыслить, что он имел в виду. Вот если упростить для нас, первоклассников, структура ада выглядит так. Первый слой называется «Чистилище», но у Данда-Алигерий точно так же. Чистилище. Чистилище – это поверхностная химчистка. Помните, я вам говорил, большинство умерших попадает туда, потому что чтобы сразу в рай – это редко. Поверхностная химчистка, кто-то нуждается в глубокой химчистке. Более глубокие слои ада называются страдалища. Страдалища. Туда уже попадают души, которые заслужили глубокую химчистку. И самый нижний слой – это то, что называется дно, но он так это называет – дно. Это так называемое дно, куда попадают самые отъявленные души, но тех, кто даже еще глубже, в глубочайшие слои ада. Так вот, коллеги, к вопросу о самоубийцах. Дело в том, что почему это так страшно? Потому что душа самоубийцы, она попадает практически на дно. И оценить степень ее страданий даже невозможно. Вернемся к его описанию. Вот он пишет, я умер 300 лет назад, мы только что убедились, что это действительно оказалось истинной правдой. Луна, расстояние между Луной и Венерой. И впервые, то есть впервые, значит, большинство людей все-таки химчистку не минуют после смерти. И впервые, пишет он, я был свободен от вот этих вот химчисток, то есть сразу в рай. Почему? И вот тут он объясняет, почему. Потому что я развязал, искупил все эти узлы тяжелейшей жизнью. Что случилось? Помните Венера там перед Луной? Он женился, он нарушил кастовый принцип. В Индии он действует до сих пор. До сих пор действует кастовый принцип. Вообще он был в каждом обществе, он есть. Представьте, разве может отец-олигарх допустить, чтобы его сын женился, я говорю о наших днях, на девушке из простой семьи. Исключено. А в Индии кастовый принцип возведен на уровень религии. То есть если ты нарушил что-то, то ты клятва преступник. Там четыре касты, четыре касты. И браки возможны только между своими. Если жениться на девушке из другой касты, то на тебя обрушиваются все проклятия мира. Индия очень жесткая страна, а у него же Венера. Он в прошлой жизни влюбился в девушку из низшей касты. И вопреки запретам они поженились, и они были изгнаны. Кто-нибудь слышал такое слово пари? По счастью нет. Это неприкасаемые. Они сейчас в Индии, в наши дни это все там есть. Это очень страшно. Это люди, ну астрокизм стопроцентный, которых изгнали из деревни или из города. Они нарушили кастовый принцип. Их жизнь невероятно тяжела. Они неприкасаемые. Вот типа тех, кто на зоне, ну вот находятся в такой ситуации вокруг кольца. И вот он в прошлую жизнь за любовь расплачивался годами унижений, проклятий, потому что позволил себе жениться не по кастовому закону. Зато после смерти его душа не попала в ад, попала в рай. И дальше он пишет, что его душа готовилась, здесь нужна большая подготовка и моральная, и физическая, к рождению в России. Готовилась эти 300, нет коллеги, и 300 лет не хватит. Для жизни в России лет 500. Ну вот, душе надо готовиться, чтобы вот это каждый день такое. Поэтому вот он и описывает, что его душа готовилась к тому, чтобы вот к этой жизни в России. Ну, в общем, я вам всем рекомендую искренне, когда вы почувствуете более глубокий интерес к теме кармы, к своей собственной дальнейшей судьбе, я вам рекомендую эту книгу, потому что глубина мудрости, описанная здесь, она невероятна. Ну, надо сказать, что, конечно, вот эти вот хвосты, они были, однако же, может быть, они все тяжелой жизнью нынешней, мы этого тоже точно не знаем, отпилены. Ну, Сатурн точно отвалился, тюрьмой отвалился. Плутон отвалился допросами на Лубянке. Он же как, отвалился, Плутон? Да, пару ночных допросов в подвалах Лубянки, и считай, что проблема ретроградного Плутона уже тоже решена. Нептун отвалился, благодаря тому, что он, увлекаясь религиями, он сам не стал кем-то, да, священником, поцерковленным. Ну, а Юпитер он проявил. Ну, то есть, коллеги, я думаю, что он уже вне колеса сансары. Он в нирване. Но цена всего этого, чтобы было понятно, да, цена очень велика. Большие страдания, огромные страдания, вот то, что готово резко сократить твой кармический путь и привести твою душу в нирвану, минуя длительные этапы. Минуя. Думаю, что он в нирване... Вы поняли, как я расщелкал ретро-планеты? Да, да. Сатурн. Искупился десятью годами в тюрьме. Плутон допросами на Лубянке. Нептун тем, что он шел по духовному пути, но не воцерковлялся. Ну, то есть, все, все, да. Больше жизни уже не осталось. Это была последняя. Кстати, насчет Нептуна. Почему вот с темой храма всех религий я это объединяю. Он до Розы Мира написал... Он был писателем с юности, но его нигде не печатали. Он написал роман, где как раз описываются страшные годы 30-е сталинские репрессии. И у него такой сюжет, что в камере на Лубянке священников всех собрали в одной камере. Там православный батюшка, там католический, иудейский раввин, мусульманский, буддийский. А все в одной камере. Так вот, когда каждого, одного из них вели на допрос, остальные не ложились спать. Допросы шли же только по ночам. Это тоже было специально продумано. Остальные не ложились, а каждый молился за вот этого. Каждый по-своему, каждый своими молитвами, своим языком. Вот он это и пытался сказать, что там, в высших мирах, все это объединяется. Разница между религиями, она только здесь, на земле, а на самом деле, по большому счету, вот это единое все, и вот это стремление к единству, оно очень важно.